Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 16 марта 2024 года. Я представляю вам анонс своего большого видео по одной части Останкинского района. То, что здесь было до глина засыпа. Этот район я изучаю уже много лет, с 90-х годов приблизительно. И вообще район ВДНХ меня интересовал с детства. Я во многих фильмах об этом вам говорила и даже рассказывала про волшебную скамейку на ВДНХ, которая уже очень многим людям помогла. Кому-то найти работу, кому-то еще что-то. Так что волшебство работает. Место силы ВДНХ работает. Ну и, конечно, меня интересовал район прилегающий. Потому что глина здесь есть. Я много снимала этих моментов, когда прокладывали различные трубы. И в разных районах вот так вот везло, попадало. И рядом был телефон, что, в общем-то, я все это фиксировала на телефон. Да, кругом однородная глина. Какая ее глубина, даже точно не знаю. Но по моей версии более 7 метров. И будет большой фильм. А здесь я вам просто небольшие отрывочки, зарисовки, которые, может быть, даже и не попадут в большой фильм, потому что, ну, чтобы не утяжелять его. Здесь тоже кое-где приемки остались. И здесь тоже вот по чуть-чуть, по чуть-чуть кое-где что-то осталось. Здесь оставили два приемка. А окна нет. Но оно должно быть по логике вещей. Ну, еще раз говорю, я отдельно снимала материалы, поищу. Здесь очень глубокие подвалы в этих домах. Когда-то я здесь была много лет назад. Дом, естественно, Сталинка. Мы видим по арке, по перекрытиям. То, что перекрытие плоское. Здесь нету сводов. А вот в этом доме, если сюда зайти, вот здесь вот в эту дверь, то там очень-очень-очень глубокий подвал. Ну, высота, наверное, потолков метра 4 есть. Итак, церковь была в 16 веке. Ну, говорят, что она была деревянная. Ну, кто же знает. У них все было деревянное. То, что до Романовых. А сейчас выясняется, что под землей масса палатных строений, огромных туннелей, которые не знают, кто строил, и просто молчат. Просто молчат. Они никак это не объясняют, потому что объяснить это невозможно с точки зрения романовской истории, которой уже прекрасно документировано опроверг историк Александр Владимирович Пыжиков, которого уже нет с нами. Поэтому все, что касается романовской истории, это большой-большой вопрос, и до Романовской. Ну, по крайней мере, церковь была, церковь была, и какой-то дом здесь тоже был. Сейчас отсюда это неведно все перекрыто. В щелочку заглянем. Не я одна заглядывала в щелочку. Вот так вот. Есть еще любопытные люди. И мы тоже заглянем в щелочку. Вот так это выглядит. Он пустой абсолютно. Я там побывала тоже в 90-х годах. Пахон старостью этот дом. Полы скрепели. Но все было очень интересно, потому что там великолепная живопись. Там было еще много вещей, остававшихся старинных. Потому что вот удивительно, смотрите, какая история удивительная у этой усадьбы. Известно, ну вот мне известно от историков, от краеведов, то, что я изучала, находила, что на этом месте, по крайней мере, в Господском доме во время войны с Наполеоном в 1812 году, что здесь останавливался Наполеон. Сколько он здесь был, неизвестно. Но поскольку он шел со стороны Бутырки, он там тоже был в церкви, с севера как бы он шел, он был в Петровском дворце, поэтому и здесь он тоже был. Потому что это тоже север Москвы считается ближе, чем Петровский дворец. Но тем не менее, что он здесь был. Далее есть информация от Пушкина Александра Сергеевича, что до войны с Наполеоном здесь все блистало, сверкало. Были шикарные английские аллеи в парке, заморские. Все было очень-очень красиво и интересно. И дальше он пишет о том, что где-то в 1820-х годах здесь полное запустение. И обветшание, и парк весь заброшен, и деревья там поломаны, и что-то там непонятное. То есть получается, что усадьба не была обжита. уже после войны с Наполеоном, она заброшена, как бы эта усадьба. Либо это другая усадьба, построенная на старых стенах уже. Потому что там внизу, много лет назад, мне удалось посмотреть, о том, что она стоит тоже на красном кирпиче. Мало того, под этой усадьбой есть подвалы. И удалось мне это узнать про подвалы в одной из книг Крайведа Муравьева о том, что в этих подвалах при Екатерине II, во времена, вернее, Екатерины II, Новиков, масон известный, хранил здесь свои книги в Останкинском дворце. Так что он связан с масонством, он связан с Наполеоном. И мое мнение, моя версия, что эта усадьба не та самая с XVIII века Шереметьевская, а построена она после, позже, 1860 года. И вся история, она уже какая-то странная, потому что вот эта прерывистость истории за сто лет, они не придумали. Они рассказали нам про любовь Шереметьева, с Полиной Жемчуговой, крепостной крестьянкой этого Шереметьева. Сын у них Дмитрий родился, ну и все, и вроде как бы там что-то прервалось. Каким образом эта усадьба дожила до революции и не была разграблена, если уже после Наполеона она была в запустении? Здесь что-то не то. Вот здесь не стыкуется история, и нам предстоит еще до конца ее выяснить. Я просто указываю на эти нестыковки и на основе их выдвигаю свои версии. Поскольку меня научили логики в моей замечательной советской школе сталинские учителя для того, чтобы логически мыслить и вычленять из разных несостыковок свои правильные версии. все. До свидания. До свидания. До свидания.